В Ярославле установилась жаркая погода, поэтому всем нам хочется туда, где свежо. Да, друзья, сегодня самое прохладное место — это полюс холода. Именно так называется фото-выставка, открытие которой еще не состоялось, но мы впереди планеты всей уже прибежали и хотим узнать о том, что же нафотографировал, что наорганизовывал замечательный человек, которого зовут Богдан Балычев и его очаровательная спутница, которую он сам представит. Моя очаровательная спутница зовут Владлена Бобровская, это моя жена. И при поддержке Русского географического общества мы организовали вот эту замечательную выставку. Выставка по итогам нашей арктической экспедиции в Заполярье, в полюс холода. Здесь представлены работы трех известных фотографов, двух известных, одного не очень, Сергей Доля, Иван Дементьевский и мои. Хотим показать, как красив русский север, как интересно путешествовать зимой по России. И если после нашей выставки хотя бы один человек отправится по направлению к этим прекрасным местам, то мы не зря съездим. Вкратце, что самое впечатляющее было на севере? Наверное, одно из самых впечатляющих было как раз северное сение. Это явление, которое, наверное, мечтали все увидеть. И видели мы его каждую ночь, поэтому даже чуть-чуть бы надоело. А что будет дальше с выставкой? Она вот здесь откроется сегодня, простоит здесь какое-то время. Ярославцы смогут ее посмотреть. Что будет дальше? Сегодня она будет здесь в Атриуме на первом этаже. После этого переедет на стенд Русского географического общества на третий этаж. И через две недели мы отправим эту выставку в места, где это все происходило. Город Магадан, Якутия и, возможно, Иркутск. И после этого она вернется в Москву. И в Москве будет финальный показ нашей выставки. Вообще людей нормальных, извини, да, обычно тянет на юг, туда, где жарко, туда, где тепло. Вот сейчас в Ярославле пришла жара, слава богу, спасибо. Почему тебя тянет куда-то на север? Неужели там красивее? Нет ничего красивее, чище, прекраснее, чем русский север. Потому что ехать в наши южные страны, ну, как-то уже обыденно. Хочется чего-то хорошего, неизведанного. Вот вы сегодня пришли первые на нашу выставку, и вот мы себя чувствовали какими-то первооткрывателями. Хотя были там не первыми людьми, но тем не менее, вот что-то там есть такое сакральное, неизведанное. Поэтому север. Ладно мальчики им просто, а как девушки справлялись с таким холодом? Сколько там было по Цельсию? Девушкам еще проще. А было там самое минимум, по-моему, минус 54 градуса. У нас даже есть фотография, которая показывает температуру. Вот, поэтому, не знаю, все легко, девочки вперед, в путь на север, покорять его. Мужики за нами пойдут. На самом деле хочется все-таки прикоснуться к искусству поближе, и чтобы ты рассказал в двух словах хотя бы, что изображено на картине. Чем дорог этот пейзаж лично для тебя и для тех, кто его снимал? Договорились. Первый выезд – наш налет Байкала. Это было незабываемо, мы на всю жизнь это запомнили. Это наша ночевка на Байкале. Ночью мы остановились на Байкале, фотография сделана на выдержке. Просто нереальная темнота, горы подсвечены луной. 45 секунд мы сидели и не шевелились для того, чтобы получить вот эту фотографию. А чем подсвечен лед? Вот, это самое интересное. Мы достали все фонари, которые у нас были. Тут порядка 10 фонариков, которые расположены под колесами автомобиля. Это секрет, сейчас раскрываю. И вот так получается подсвечен лед, потому что вода очень чистая. Это рыба или что это? Это зеленый крокодил. Это водоросли на самом деле, да? Да нет, это просто толщина льда большая, то есть метра полтора. Разломы во льде. Да, все правильно, да. Ну, а это мы добрались до полюса холода. Вот тот самый Аймекон, да, где было минус 71. Вот вышли мальчишки местные, флаг русского географического общества. И мы там, кстати, в футбол играли с ребятами. А вот фотография, просто интересный свет без обработки. Такие деревья, они вот там на перевалах, в основном все так покрыты снегом. Потому что, наверное, испарения какие-то или еще что-то непонятное. Но так очень красиво. Это фотография нефронологическом порядке. Это мы штурмуем торосы на Байкале. Уже выезжали. И вот мы примерно километров пять ехали вот по таким торосам. Мы просто вот так лавировали между ними, разбивали. То есть проехать невозможно. Ну вот, да, то есть мы искали, где проезд, возвращались назад. То есть там прям плутали, но в итоге выехали. И когда уже выезжали с них на ровный, мы остановились и сфотографировались. Потому что мы их победили так для себя. Это наш лагерь. Так мы приезжали, останавливались. 66-й вез топливо нам. Там ехала съемочная группа. И мы ехали в машинах. Мы приезжали, ночью поднимали тарелку. У нас был интернет, Wi-Fi. Мы говорили с родителями по скайпу. Стримили в Перископ. То есть Инстаграм, все дела. Ребята в ЖЖ писали. Вот у нас утро, мы просыпаемся на улице Мороз. Видно, как идет. То есть это где-то минус 50. И мы заправляемся. Сейчас заправляем машину и отправляемся в путь. Это такой путь. Героический путь. Тут можно посмотреть опыт, который мы провели с горячей водой. Называется хвост дракона. Наливается кипяток. И если просто кипяток выплеснуть в воздух, он превращается в пар. Если ты встаешь напротив солнца и делаешь такой выброс по линии, по такой, по некой, то получается такой хвост дракона. Очень красиво. Очень эффектная фотография. Да, очень красиво. Ну и вот такую мы встретили около десятка машин. Машина провалилась под лед. Потом лед замерз, и она там осталась. Их вымораживают очень простым методом. Старым методом, как в старину, вымораживали корабли в Арктике. И тут вот видно, как она секторально выпиливает. Они выпиливают сначала, то есть, ну, к примеру, мы возьмем, что лед 100 сантиметров. Они выпиливают сантиметров 80. Она ночь в две стоит, он опять промерзает на 100 сантиметров. Опять 80. Опять, опять, опять. То есть внизу она в воде, и ее постепенно из этой... Вымораживают, да. Она вымораживается прямо до дна практически всю машину. Потом они рушат вот эти стенки и выдергивают ее сюда. Но самый минус – не засверлить ниже льда. Потому что если ты засверлишь ниже льда, вода запомнит все. Все, и все заново, да. То есть вот некоторые успевают достать. Я знаю, что этот КамАЗ все-таки достали, а некоторые не успевают. Вот тоже мы провалились в одну из таких же наледей, но мы все-таки быстро и оперативно все сделали. Машина не успела замерзнуть у нас. Мы выехали, выдолбили. Вот тут видно, прям, как мы выдолбливали. Тут еще льдина прям нам мешает. То есть вот мы тоже хлебанули такого экстрима там. Хотя ехали вот так же вроде по обычной дороге. Ну, наверное, друзья тебе помогают все-таки? Наверное… Мне помогает моя жена все-таки основной. Мне помогают партнеры, потому что ничего бы не было без партнеров. Тут нужно быть либо очень-очень богатым и очень-очень отмороженным. Я, наверное, такой очень-очень отмороженный. Не совсем очень-очень богат. Поэтому мне помогают партнеры. И благодаря этому мы вот путешествуем по таким интересным местам. А еще мы знаем, что вы совсем недавно поженились. И предложение ты сделал именно в этой экспедиции, правильно? Да, я сделал предложение на море Лаптевых. Вот как раз был вопрос, что все девушкам нравится юг, море. Я сделал предложение на южном побережье моря Лаптевых. А где вы поженились? Ну, мы еще не поженились. Вот у нас сейчас как раз будет свадьба. Ну, мы уже все. Я ее жену уже зову. Все, заявление подали, все сделали. Поэтому все хорошо. В Магадане будет свадьба? Мы в Магадан едем в свадебное путешествие с выставкой сейчас. И как раз с экспедиции снова. Ну, поздравляем вас. Спасибо. Да, жена. В общем, я так понимаю, что будет у вас ледовое свадебное путешествие. И корона Снежной королевы. На самом деле, нас все спрашивают, где будет путешествие. Мы предложили сделать на Эльбрусе. Кто сможет, тут придет. Но кто не сможет, тут не придет. Смотрите в филископе. Да, но мы приглашаем всех. Приходите. Какая круто. Или на Березке, да? Вот так, друзья, нас пригласили на свадьбу на Эверест. Я думаю, что нашей телекомпании ничего не остается делать, как снабдить нас необходимым снаряжением, теплыми вещами, куртками, бензином. Поедем? Обязательно поедем, если эти ребята рассказывают это с таким упоением. Сергей Муганов, Екатерина Иванилова, Евгений Бушуев. Утренний фреш.